Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 6 июня Донецка и, честно говоря, сегодня ночью новостные ленты некоторые, некоторые блогеры или странички в Facebook обещали штурм Донецка. Но, как мы видим, полдень, чистое мирное небо и хорошо, что не было никакого штурма, потому что дончане спокойно пережили эту ночь, это утро и встретили новый день. В принципе, каких-то особых новостей нет, говорят, по окраинам время от времени слышны выстрелы, где-то они слышались в районе Широково и в районе выезда в сторону Новоязовска. Также, в принципе, в Донецке закончился разбор баррикад и, по данным управления благоустройства, было вывезено порядка 360 кубометров мусора и остатков тех самых баррикад. Говорят, это примерно 42 машины КАМАЗ, 42 самосвала. В общем-то, дончане как бы ждут выходные дни, потому что, возможно, какие-то провокации или, возможно, какие-то действия. На площади Ленина монтируют сцену, готовится концерт, который делают представители Донецкой Народной Республики. А простые граждане все так же. Вот в городе, конечно, становится больше людей. Сегодня я даже стоял в пробке и, с одной стороны, знаете, если раньше это огорчало, то сегодня это радует, потому что показывают, что в Донецке вот время от времени начинается жизнь после той активной фазы АТО. По последним слухам, было захвачено один из корпусов больницы имени Калинина. Я не видел еще никаких серьезных подтверждений, но вполне возможно, что так и есть. И там говорилось о том, что это будет госпиталь, военный госпиталь Донецкой Народной Республики. В общем-то, все неоднозначно здесь. С одной стороны, люди уезжают, другие люди пытаются жить, выживать, как бы быть в это военное время, оставаться собой. Я благодарен вам за вашу поддержку, за ваши звонки, письма, смс, за то, что вы беспокоитесь о дончанах. Берегите себя!